Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о спортивной жизни нашего региона и развитии туризма. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к беседе. Павел Анатольевич Старосветский, заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облсполкома. В 1998 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности физическая культура. После прохождения службы в вооруженных силах Республики Беларусь работал преподавателем физвоспитания, а позже тренером в Гомельском гандбольном клубе и областной детской юношеской школе Олимпийского резерва по игровым видам спорта. С 2006 по 2008 год занимал должность ведущего специалиста управления физической культурой, спорта и туризма Гомельского облсполкома. Затем около семи лет был директором гандбольного клуба «Гомель». В 2015 году возглавил Гомельский областной центр Олимпийского резерва по игровым видам спорта в нынешней должности с 2018 года. Является депутатом Гомельского городского совета депутатов 28 созыва по Бородинскому избирательному округу. На вопросы, которые касаются развития спорта и туризма в регионе, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я в начале программы предлагаю коротко посмотреть анонс о событиях этой недели. Время молитвы и покаяния. 11 марта начался Великий пост. Самый долгий и строгий в православном календаре. Председатель Гомельского областного совета депутатов Екатерина Зинкевич во вторник 12 марта станет гостьей программы «Открытая студия» на радио Гомель плюс 103,7 FM. Задать свои вопросы можно по номеру телефона прямого эфира в Гомеле 34 11 34. На вторник, 12 марта, запланирована встреча предприятий-резидентов СЭС «Гомель-Ратон». В ее ходе будут подведены итоги деятельности за минувший год и определены задачи на 2019. 14 марта в Гомеле состоится очередная мини-ярмарка вакансий. Встреча с представителями кадровых служб предприятий пройдет в Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома с 10 до 12 часов. В рамках проведения гражданско-патриотической акции «Мы, граждане Беларуси», приуроченной к 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления Института Президентства, во всех регионах пройдут торжественные церемонии вручения паспортов учащимся, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, общественной деятельности. По традиции, 15 марта во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Гомельской области пройдет акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню Конституции Республики Беларусь. А до старта главного события в спортивной жизни страны, вторых европейских игр, осталось ровно 102 дня. Павел Анатольевич, чем ближе этот день, тем волнительнее. Как область готовится к этим соревнованиям? Спасибо. Очень актуальный вопрос. В нынешнее время для нас, для спортивной отрасли, это мероприятие номер один. Не только для нашей отрасли, но и для всей страны. Вся страна готовится и ждет. И я полагаю, что, возможно, многие даже не ожидают, насколько грандиозно это будет праздник. В настоящее время, я в двух словах, это мероприятие, на котором будет около 15 видов спорта. Ряд видов спорта, я не буду говорить еще какие, потому что точно не определено, будут проходными на Олимпийские игры. То есть спортсмены вправе завоевать лицензию и напрямую отобраться для участия в ближайших Олимпийских играх. Если мы сейчас говорим о кандидатах, которые являются от Гомельской области, то это 42 человека. Фамилии называть сейчас тоже не совсем уместно, потому что последний список, который был сформирован Министерством спорта и представлен нам для оказания поддержки в рамках децентрализованной подготовки. Децентрализованная подготовка предполагает осуществление спортивной подготовки по месту жительства. Это было 42 человека, но на сегодняшний день это люди, их может быть больше, может быть меньше, персонали могут меняться. Но вот буквально пару дней назад при личной беседе с заместителем министра спорта Боровали Александром Ивановичем, он утверждал о том, что буквально в ближайшее время список будет обновлен. И, конечно же, и нам, и спортсменам, и тренерам будет проще, мы можем легче вздохнуть, чтобы все свои усилия направить именно на оказание поддержки этим спортсменам и ждать, конечно же, максимального результата, который наши спортсмены, я уверен, достигнут, потому что Гомельщина, она всегда славилась своими спортивными результатами. Да, Гомельщина всегда была среди лидеров и всегда возвращалась с наградами, с медалями. Павел Анатольевич, по результатам минувшего года, как вы оцениваете результативность выступлений наших спортсменов? Я хочу сказать, что с гордостью можно сказать спасибо и нашим спортсменам, и нашим тренерам, и нашим функционерам, которые оказывали поддержку и финансовую, и моральную, и техническую, и всем персоналам, и вместе с этими усилиями мы завоевали, ну как завоевали в таком неофициальном зачете, Гомельская область занимает второе место как по спорту высших достижений, так и по спортивному резерву. Спорт высших достижений предполагает это участие высшего звена, чемпионаты мира, перенства Европы, спортивный резерв. Это соревнования, которые предполагают участие более молодые спортсмены юношеского возраста. Поэтому мы гордимся своими спортсменами, нашими достижениями о том, что мы заняли такую высокую планку, взяли на себя и держим ее. Хотя не совсем, как сказать, легко это делать, потому что инфраструктура растет, развивается. С Минском понятно, что нам бороться очень тяжело в силу ситуации финансовой, тренерской преподавации. У нас сконцентрированы все кадры сильнейшие и тренерские, и технический персонал, и медицинский персонал. Но вместе с тем, с нашими специалистами, которые работают в нашей области, мы до сих пор способны и будем добиваться больших результатов. Спорт – это, в принципе, не для тех, кто ждет какого-то легкого результата и легкой победы. Это занятие для тех, кто готов к трудностям. Вы правильно сказали, что большие спортивные достижения закладываются, конечно, в детстве. Об этом сейчас как раз предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты побывали на тренировках будущих звезд. Прелесть фигурного катания в том, что его нельзя измерить ни секундами, ни метрами, ни килограммами. Ничем. Это где-то сродни искусству. И мы балансируем на грани между искусством и спортом. Эти слова принадлежат заслуженному тренеру России Олегу Васильеву. В Гомеле фигурное катание на коньках как вид спорта начало культивироваться с 2000 года, с момента введения в строй Ледового дворца спорта. С 2002 года учащиеся детско-юношеской спортивной школы впервые начали участвовать в республиканских соревнованиях. Пожалуй, наиболее значительных успехов достигла Янина Макеенко. Став в 2012 мастером спорта, она продолжила успешное выступление на европейской и мировой аренах, отлично зарекомендовав себя на чемпионате Европы 2014 года, а также на крупных международных стартах. У Арины Афоновой результаты пока скромнее, но и фигурным катанием она занимается только второй год. Ее тренер уверена, у маленькой принцессы на коньках большое будущее. Мне очень нравится заниматься фигурным катанием, потому что здесь соревнования, можно занять первое место. Хороший тренер. У меня есть танец «Розовая пантера». Я выступала, но, конечно, не заняла никакое место. Сегодня Ледовый дворец – один из самых популярных у гомельчан спортивных объектов. Время работы с 7 утра до 11 вечера позволяет использовать арены с максимальной нагрузкой. Причем, кроме официальных соревнований, здесь организуется массовое катание для жителей города. На отсутствие приверженцев здорового образа жизни во дворце не жалуются. Нет у нас такого, что кто-то к нам обратился, мы кому-то отказывали. Еще раз говорю, у нас гибкий график, у нас две арены, поэтому мы можем варьировать с чемно-тренировочным процессом. И, в принципе, все, которые организация изъявляет желание у нас посетить, все у нас принимают участие, организовываются и катаются. От Ледового дворца спорта до дворца водных видов спорта всего несколько десятков метров. Этот объект в гомеле один из самых молодых. Его открыли в 2013 году. Первые любители плавания приходят в бассейн в половине с 7 утра. Несмотря на столь ранний час, здесь уже есть посетители. Особенно много в это время руководителей предприятий, которые хотят получить заряд бодрости на предстоящий рабочий день. В принципе, бассейн занят на протяжении всего дня и рассчитан на посещение всех групп населения. Для инвалидов у нас имеется специальная раздевалка, которая оснащена лифтом. И бассейн оснащен подъемным креслом, где они могут беспрепятственно попасть в бассейн. Для детей у нас есть отдельный бассейн. Глубиной метр десять глубокая часть. В них могут дети заниматься с пяти лет. Он отдельно. И с ними занятия проводит тренер-преподаватель. Сегодня в Гомельском областном центре Олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу занимаются более 560 детей. Причем, несмотря на название центра, не все виды связаны с водой. Около 80 человек предпочли занятия фехтованием. Быть мушкетером престижно и в наши дни. Дворец водных видов спорта – одно из крупнейших крытых спортивных сооружений Гомеля. В одном из залов которого установили батуты. Считается, что прыжки на этом спортивном снаряде развивают ловкость, координацию и гибкость. Правда, и определенная доля смелости не помешает. Мне было не страшно с самого начала. Мне это сразу понравилось. Мы там делали всякие разные упражнения. Это было очень интересно. Не знаю, какой-то немного экстрим даже испытываешь. Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги, как следует из названия, – учреждение ведомственное. Именно здесь находится домашняя площадка таких известных в Беларуси команд по мини-футболу, как БЧ и ВРЗ, а также волейбольного клуба «Энергия». Впрочем, это не исключает необходимости выполнения главной задачи – привлечения к занятию спортом как можно большего числа гомельчан. Пока здесь есть резервы. Зал игровых видов спорта загружен более чем на 90%. Есть возможность расширить количество посетителей в тренажерных залах. У нас два тренажерных зала. Что мешает? Мешает, может быть, недостаточно агрессивная рекламная работа с нашей стороны. Мы дополнительно сейчас оповещения о наших услугах через интернет начали внедрать. Также флайера раздаем. Готовим рекламную информацию на бумажном носителе. Вы смотрите «Диалог». Заместитель начальника управления спорта и туризма облсполкома Павел Старосветский сегодня у нас в гостях. Павел Анатольевич, все ли спортивные объекты работают с одинаково высокой нагрузкой? Или есть какие-то наиболее популярные и наименее популярные? Ну вот, в предыдущем сюжете, который показали, конечно, этот кластер, которому может позавидовать спортивный кластер в городе Гомеле, жители отдаленных районов, которые находятся не рядышком, потому что там действительно можно найти любые и виды спорта позаниматься, и найти себя, как говорится. Вместе с тем в городе Гомеле существует, и не только в Гомеле, в области ряд спортивных учреждений, которые наряду со своими основными задачами, я хочу напомнить, что в специализированном учебно-спортивном учреждении основной задачей является подготовка спортивного резерва для передачи его высшее звено подготовки, то есть в национальные команды или в клубы по игровым иным спорту. Так вот, наряду со своими основными задачами, в свободное от расписания время, конечно же, оказываются услуги населению. Где-то лучше, где-то хуже, но мы как орган власти, который отвечает не только за деятельность всей отрасли, но и популяризацию здорового образа жизни, чтобы привить людям любовь к спорту, конечно, предполагаем множество усилий для того, чтобы люди пришли в зал, и, конечно же, не только в зал, и в бассейн, на стадионы. Но сейчас для этого делается много. Я хочу сказать, что во многие залы уже можно заходить с высоко поднятой головой, потому что сделаны колоссальные ремонты не только текущего характера, но и капитального. А в некоторых залах, на самом деле, очень много посетителей, хотя там нет великолепного ремонта или какого-то с ног сошибательного инвентаря, потому что там талантливые тренеры работают, и люди идут, чтобы заниматься именно с ними. Такое тоже бывает. Как вы оцениваете, какой процент жителей Гомельской области активно занимается физической культурой? По статистическим данным, на сегодняшний день эта цифра составляет, если говорить в процентах, 23,6%. Это более 333 тысяч жителей Гомельской области. Но можно сказать о том, что на сегодняшний день занятия спортом, можно даже сказать, здоровый образ жизни вести, становится модно. Я, не стесняясь, могу сказать, сам активный представитель здорового образа жизни, занимаюсь спортом. И вижу, что сейчас ты на стадионе находишься не один. Если раньше ты приходишь один, а рядышком в скамейке люди там просто сидят, мило беседуют, то сейчас рядом с тобой, плечо к плечу, кто-то бежит, какие-то завязываются знакомства. Как вы получили эту цифру? Как вы ее просчитали? Из чего? Эта цифра, она сведена под тем данным, которые нам предоставляют либо отделы образования, спорта и туризма районов, либо отделы спорта и туризма районов. У нас вертикаль власти. То есть это все люди, которые посещают какие-либо объекты, какие-либо тренировки? И так, и те люди, которые также принимают участие в различных соревнованиях, которые проводятся на предприятиях, среди каких-то в иных формах. Но это не обязательно систематические занятия спортом в плане как молодежь. Это могут быть здоровые, нездоровые взрослые люди, но которые активно принимают участие. Они от предприятия, предприятие платит за них, они приходят в бассейн, плавают. То есть это данные они... А это вообще прекрасная инициатива, которая очень меня радует. И надеюсь, что и наш сегодняшний разговор будет способствовать тому, что эта цифра в следующем году станет еще более внушительной. Павел Анатольевич, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Вы уже в эфире, не прерывайтесь. Хорошо. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Иванович. Хотел бы задать такой вопрос. Какова судьба бассейна «Дельфин» на Реческом шоссе, где раньше был ДК «Химиков»? Что будет с этим бассейном? Спасибо большое за вопрос. Вопрос для города важный. Очень многие помнят этот объект. Да, спасибо за вопрос, Владимир Иванович. Вопрос этот задает нам очень часто и люди, которые приходят на прием. Значит, в настоящее время, да, действительно, бассейн «Дельфин» находится в аварийном состоянии. И на сегодняшний день актуальным вопросом стоит принять решение о том, что с ним делать дальше. То есть целесообразно ли его ремонтировать в виде капитального ремонта, модернизации, реконструкции, либо его снести и построить на его месте совершенно новый объект, который будет предполагать также бассейн. Поэтому на сегодняшний день ведутся работы именно с проектным институтом по проведению экспертизы. Чтобы экспертиза нам дала оценку о том, что с ним делать дальше. Мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время мы получим на это ответ. Это очень серьезный документ, который мы ожидаем все-таки получить. И уже после этого будет приниматься решение о выделении финансирования, о сроках строительства. И уже каких-то... Но, конечно, бассейн в этом районе, он нужен как воздух. И мы приложим максимально все усилия, чтобы быстрее он там был. Павел Анатольевич, уже начинают приходить к нам сообщения на наш вайбер. Давайте уделим им внимание по поводу спортивных объектов. Хотелось бы, чтобы они строились не только в областных центрах, но и в районах. Ведь в районах очень много талантливых детей, которые тоже достойны заниматься в хороших условиях. Если детишкам будет где проводить свободное время, то будет и хороший результат, и дети заняты полезным делом. С этим, конечно же, не поспоришь. Не поспоришь. Да. А в районных центрах появляются действительно качественные, многопрофильные спортивные объекты? Я хочу сказать, более того, не только появляются, а уже есть. И зачастую мы иногда, специалисты, даже слышим, возможно, критику со стороны тех же специалистов, которые занимаются именно спортом высших достижений, о том, что какое внимание уделяется региону. Вместе с тем, я хочу отметить, что только вот то, что на слуху в последнее время, Ветковский район, капитально отремонтирован спортивная школа. На территории спортивной школы сделана воркал-площадка, на территории спортивной школы сделано поле с искусственным покрытием и ограждением. То есть, приходи, занимайся, установлены трибуны на стадионе. В прошлом году закончена реконструкция долгостроя, который был уже там очень долго лет в Брагине. Конкретно в Брагине построили спортивную школу с шикарным спортивным залом, тренажерным залом, с новым покрытием. Заканчивается строительство стадиона, который будет предполагать и беговые дорожки с искусственным покрытием, и футбольное поле. Вот сейчас буквально ведутся активные работы по реконструкции стадиона в городе Петриков. Значит, там тоже долгострой, который был, ну, стадион он как бы был, но там административно-бытовой комплекс, который предполагает, если я не ошибаюсь, до 15 мест для проживания, восстановительный центр, тренажерный зал, стадион, трибуны, воркал-площадка, хоккейная площадка, футбольная площадка, волейбольная, все это будет сделано по современным стандартам, с искусственным покрытием, никакого асфальта. Я хочу сказать, что жителям вот этих регионов, которые я сейчас перечислил, туда уже можно приезжать и смотреть, как они занимаются, и активно ли они занимаются. Ну, а здесь уже вопросы местных органов власти о том, как они будут проводить работу для того, чтобы привлекать спортсменов. Не спортсменов, а жителей района. Эта тема вызвала, на самом деле, очень живой интерес у наших телезрителей. Посыпали сообщения. Скажите, почему не работает бассейн в Новобелице? Бассейн в Новобелице. Значит, на сегодняшний день в бассейне выявлено аварийное состояние балки, несущего покрытия. Проведены проектные работы, получено заключение, деньги выделены, и вот-вот начнутся ремонты по восстановлению этого бассейна. Вот бассейн в этом году, я полагаю, должен заработать. И еще о бассейне. На самом деле, дворец водных видов спорта перегружен. С удовольствием хожу, но мешают медленные пловцы. Хотелось бы, чтобы администрация каким-то образом распределяла планируемые нагрузки по дорожкам. Не было такой идеи, чтобы анкетки всем посетителям выдавать? С какой скоростью плаваете, какие навыки и всех быстрых пловцов в одно время, всех медленных куда-то в сторону, чтобы друг другу не мешали. Есть такая практика в принципе? Потому что подобные конфликты на дорожках не редкость. Сплошь и рядом. Я совершенно уместный вопрос, уместное предложение. Но вместе с тем, есть общепринятые правила поведения, такие джентльменские, можно сказать. Как плавают, сколько человек плавает на дорожке. Но почему бассейн перегружен все-таки? Бассейн перегружен только по той причине, что у нас на сегодняшний день закрылись два бассейна, о которых мы сейчас говорили, дельфин и в Новобелице. И все учащиеся спортивных школ, которые проходили подготовку там, они сейчас перешли сюда, в бассейн водных видов спорта. А здесь я уверен, что все-таки мы возьмем этот на контроль вопрос. Это более того, это наше подвеностное учреждение. Мы предложим руководству учреждения, чтобы не просто анкетка, а возможно в виде какого-то там более крупного, что бросалось в глаза, напомнили очередной раз посетителям. Развести людей. Ну и вместе с тем, я полагаю, это работа инструктора, который находится в бассейне, чтобы людей передвигать по дорожкам. Но я просто знаю сам, иногда хожу, что люди не всегда реагируют правильно. А кому-то хочется просто себе время посвятить, отдохнуть, не хочется ни на кого реагировать. Плавать здесь, вот. И с чего я пойду туда? Здесь рядом бортик, я могу взяться. А вот перейти на пятую дорожку, там уже немножко другая. Для недостаточно уверенных себе пловцов тоже важно. Давайте небольшую паузу сейчас сделаем. Что вы думаете о том, достаточно ли в городе Гомеля спортивных объектов? Я думаю, что да, потому что в любом случае молодежи есть где заниматься и чем увлекаться, и это очень хорошо. Я же спортом не занимаюсь, так я просто не знаю. А просто так говорить, ну, не могу. Молодежь, в принципе, ходит, я знаю, на хоккейные вот эти вот мероприятия. Гомель-2 играет же, там же, у них же есть школа. Футбольные, в принципе, построили вот этот же стадион, тоже юношеская занимается. Ну, побольше бы, вот о комотив же отреставировали, тоже неплохо. Ну, не хотелось бы, чтобы вот уделили больше внимания полям на школьных, вот в школах. Я когда-то футболом тоже занимался. Я бы хотел бы, чтобы побольше строили площадок именно вот таких футбольного типа. Для меня достаточно. Я вот только с бассейна иду. Поэтому, я считаю, достаточно. Если у кого-то есть желание заняться спортом, объектов, вполне достаточно. Для любого вида спорта. Мне кажется, их не достает. То есть, вот где-то вот тут вот в центре один, и там где-то еще на набережной далеко, чтобы доходить. Ну, вот. И чтобы он был поближе где-нибудь. Чтобы было удобнее доходить. И там заниматься. А каким видом спорта ты хотел бы заниматься? Ну, я бы хотел заниматься футболом. Ферры, меня они вообще-то мало интересуют. Спортивные объекты. А молодежь, я не знаю, может, и мы мало. Я думаю, достаточно. Конечно, больше было бы лучше. Но на данный момент у нас, я думаю, всего вполне нам хватит. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о спортивной жизни региона. И в студии прямого эфира принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Гомель, Сергей Александрович. Вопрос такого рода. Стадион «Локомотив». Там нынче возведен зал игровых видов спорта. А каковы дальнейшие, если будут шаги по реконструкции этого стадиона? Я имею в виду, что замена трибун или строительство новых вот в этом плане. В футбольное поле, может быть. А вы болельщик или игрок? Я болельщик. Почитаю. Спасибо большое за вопрос. Павел Анатольевич, есть ли такие планы? Спасибо, Сергей Александрович. Значит, в двух словах о стадионе «Локомотив». Ну, стадион «Локомотив» вместе с комплексом, который мы вот видели, представитель, руководитель выступал в предыдущем сюжете с игровым залом. Оно находится в виде нежелезной дороги. И никоим образом они нам не подчиняются. Мы, как говорится, только рады и ратуем за то, чтобы они дальше двигались и развивали инфраструктуру в районе, в этом месте. На сегодняшний день, насколько я знаю, разговоры о реконструкции стадиона были. Но, опять-таки, это было все на уровне разговоров. Ну, вот, первый шаг был, это они сделали, ну, не они сделали, существует команда, вот, которая представляет железную дорогу. Возможно, эта команда перейдет в большой футбол. Соответственно, если будет большой футбол, ну, железная дорога уже никуда не денется. И ей нужно будет проводить реконструкцию стадиона для того, чтобы ее допустили в высшую лигу или в первую лигу, чтобы она соответствовала каким-то параметрам. К нам виртуально присоединяется наш телезритель как раз к этой теме. Люблю локомотив, играют с душой. Давайте сделаем эту команду титульной в нашем городе. И спорткомплекс хороший. Спорткомплекс хороший. Еще вопрос. Что планируется делать со стадионом «Луч»? Стадион «Луч». Ну, на сегодняшний день, в этом году, место расположения стадиона «Луч» будет там грандиозная стройка. Значит, в двух словах. Можно говорить долго об этом месте, но коротко. Стадион «Луч» будет подвергнут в этом году полной реконструкции. Значит, там будут сделаны беговые дорожки. То есть, вся инфраструктура для проведения республиканских соревнований по легкой атлетике. Все будет совершенно с современных материалов сделано. Будет сделан капитальный текущий ремонт под трибунных помещений. Под трибунных помещений, рядом, там, где сейчас находятся площадки волейбольные для пляжного волейбола, будет, может, для кого-то это будет новостью, а может, кто-то уже знает, создано в этом году воздухоопорное сооружение. Это футбольный манеж. Значит, нам его любезно предоставит бесплатно Белорусская Федерация Футбола, само воздухоопорное сооружение и само футбольное поле. Наша задача будет только сделать проект, установить и подготовить площадку. И вот это под трибунное помещение стадиона «Луч» будет административно-бытовым комплексом этого сооружения. Поэтому там будет место очень хорошее для, то есть, преобразиться совершенно. Павел Анатольевич, а вам приходилось когда-либо слышать мнение, что негде заниматься спортом? Что на самом деле бассейны переполнены, тренироваться негде, готовиться негде? Приходилось слышать такое мнение, и буквально недавно, и даже от близких мне людей это приходилось слышать, что, ну, возможно, здесь недорабатываем мы, то есть какая-то слабая реклама. Потом, что мы предполагаем под занятием спортом? Если мы говорим о том, что ребенок ходить должен в какой-то заниматься секции, то, конечно, да, не каждый из жителей и из каждой из родителей, понятно, что многие хотят ходить на фигурное катание, многие хотят ходить на хоккей, но мы не можем и не готовы обеспечить всех желающих, поэтому это обычно задают люди, которые не проходят конкурсный отбор в эти секции. Ну, так называемые модные есть виды, да, в которые вот, а так, на сегодняшний день я знаю, что есть много мест, где возможно заниматься спортом, но понятно, что логистически, может, они не всегда доступны, ну, в силу географии города, в силу развития города, вот. Но поверьте, что мы стараемся и мы готовы выслушать любого для того, чтобы именно здоровый образ жизни, спорт в массы, он пошел вперед, и мы только за. Вы слушаете тогда предложение, которое поступило из Лельчиц. Скажите, пожалуйста, есть ли в планах сооружений новых спортивных площадок, в частности катка, так как наша команда хоккеистов занимает в области первые места, а заниматься можно только зимой, спасибо. На самом деле, Лельчицкие хоккеисты очень хорошо себя проявили, по-моему, да, на золотой шайбе. Лельчицкие хоккеисты и всем, кто связан хоккеем, прежде всего, с самим детишком, тренером, организатором, специалистом, я с уважением жму руку. То есть это люди, которых нужно поучиться о том, как нужно заниматься и развивать любимое для себя дело. На сегодняшний день сборная команда Лельчицкого района находится на учебно-тренировочном сборе в городе Жлобин для подготовки для участия в республиканских соревнованиях «Золотая шайба». На сегодняшний день в городе Лельчице существует два, ну, можно сказать, один каток, вот, ну, хоккейная коробка, вот. Говорить о том, что в городе Лельчице будет построен крытый каток, то нет. Пока это в планах этого нету. Пока речь стоит о том, чтобы содержать те спортивные объекты, которые там сейчас есть, в должном виде, и чтобы они были загружены. Строительство катка в ближайшее время там не предусмотрено. Ну, от окрытого катка. А с площадками же залить просто площадки. Тоже сложно? Залить площадки несложно. И более того, в городе Лельчице есть, можно сказать, площадка, сделанная собственными руками. Вот. Я, когда ее увидел, то хочу сказать, что я вот и пожал руку этим людям, да? Да, это супер, конечно. Папа молодцы, постарались для своих детей, но все-таки, наверное, если мы уже о профессиональной игре говорим, то должно быть все по правилам. Тогда нужна не только площадка, а тогда нужно и отделение по хоккею в спортивной школе. А, соответственно, чтобы было отделение по хоккею, должна быть соответствующая инфраструктура не только техническая, но и кадровый потенциал. Ну, в первую очередь, должны быть таланты, а им все-таки надо где-то, да, где-то расти и развиваться. Есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Тамара, я из города Добруша. Меня интересует такой вопрос. Будет ли когда-нибудь, планируется ли строительство бассейна у нас в городе Добруша? Да. Спасибо большое за вопрос. Ну, кому бы не хотелось поблизости, чтобы был хороший бассейн. Вот ветки уже есть. Ветки уже есть. Бассейн в Ветковском районе построен в рамках благоустройства района. Я вот, ну, почему-то уверен, что если и когда мы будем делать благоустройство, не мы, а Гомельская область благоустраивает Добрушский район, все-таки бассейн там, ну, полагаю, что будет предусмотрен. Потому что, ну, бассейн – это так, как спортивная площадка. Ну, необходимы они. На сегодняшний день я просто знаю, что дети в рамках всеобучия, они их вывозят для обучения плаванию в лице МЧС. То есть это тоже, как бы, расстояние такое приличное. Ну, ближе сегодня-завтра. Ну, пока, да. Сегодня-завтра не будет. Я хотела бы вот еще о чем поговорить. Насколько эта среда, которая сегодня все-таки создается, она доступна для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями, которые сегодня не боятся себя пробовать, идут в спортивные залы, идут на тренировки. Это вызывает восхищение. Но оборудованы ли эти объекты для того, чтобы все в одинаковой степени имели равный доступ? Абсолютно уместный вопрос. И я хочу сказать, что вы правильно совершенно верно сказали – вызывает восхищение. Да, я все-таки надеюсь, что мы доживем до того времени, когда мы будем к людям с ограниченными ответственностями, встречая их на улицах, относиться ровно так же, как и к себе. На сегодняшний день в Гомельской области создан второй, их всего два в Республике Беларусь, Центр Олимпийского резерва по паралимпийским и Деф-олимпийским играх. Таких аналогов в Республике больше нет, то есть только в городе Минс. То есть все желающие, которые подходят по медицинским показаниям, которые предполагают развитие этих, могут там заниматься. Да, этот центр находится бывший всем знакомый ВИПРа, наш бассейн, спортивный зал. Да, он, конечно, не оборудован по последнему слову техникой, но вместе с тем, согласно действующего законодательства, все вновь оборудованные залы, которые вновь строятся, они предполагают зону доступа инвалидов всех категорий. И мы, в свою очередь, рекомендуем, и есть программа, которая на уровне администрации о том, чтобы, по крайней мере, доступ в учреждения был создан для всех категорий граждан. Независимо от того, колясочник это, зрячий это, или, вернее, незрячий, или каким-то другим недугом. Но я только за, я хочу, чтобы люди это правильно понимали, воспринимали. Их же много на самом деле, вот, этих людей. Но мы их не видим, не видим в силу, вот... Да, хотя любой из нас каждый день может оказаться на их месте. Никто ни от чего не застрахован. Мы должны быть как можно друг к другу ближе, милосерднее, и как можно больше друг другу помогать. А наши спортсмены-дефлимпийцы, это вообще уникальные люди, потому что уже они-то точно без медалей никогда не возвращались, не раз наш регион прославляли. Наверное, благодаря им мы принимали престижные соревнования в прошлом году, да, чемпионат по легкой атлетике. И в ближайшее время планируется тоже чемпионат Европы по... По борьбе. Да, в этой категории спортсменов. Приезжали к нам представители Европейской Федерации, они были безумно рады тем условиям, которые они увидели, они были безумно рады тем условиям, которые мы им предложили здесь. Вот, поэтому мы, я думаю, что решение будет принято положительно, и мы осенью проведем эти соревнования на самом высоком уровне. И в последние годы на улицах очень многих городов, не только крупных, и иногда даже совсем небольших поселков, стали появляться воркаут-площадки. Модное, молодежное развлечение. Павел Анатольевич, что дальше с этими площадками происходит? Вот они в день открытия, ну, такие заполненные. А вот потом, спустя год, например. Я хочу сказать, чтобы воркаут-площадки в нашей области носили не штучный эффект, а чтобы их было много, и они были доступны, можно сказать, в каждом районе. Пользуются они популярностью у людей? Ну, я могу сказать с гордостью, что я живу практически рядом возле, наверное, самой, вот, кстати, она на экране, самой лучшей площадки в городе, вот, которым одним из участников, инициатором строительства был мой товарищ, мой однокурсник Сергей Бычков, это вот представитель его. Самый инициативный папа. Инициативный, да. Он постоянно там. Там, я, правда, до нее, честно, не дохожу. Вот, я там у себя во дворе занимаюсь, вот, там есть, с тех времен еще осталось. Но вчера, не вчера, на выходных, делая легкую пробежку, я действительно видел порядка шести человек, и не просто там болтались, а делали, готовились к соревнованиям, которые, кстати, к Дню Победы проанонсировали вот эта инициативная группа, что будет соревнование в Гомеле по воркаут. Вот, и я думаю, что вот это вот, это направление, оно на сегодняшний день очень актуально. Вот, то есть, это, можно сказать, ноль вложений, никаких спортивных залов не надо. Но это модно. И будет одно, два, три соревнования, и я думаю, что люди пойдут. Будут соревнования? Ну, это и анонсировало вот этот вот совет отцов о том, что 9 мая планируется. Отлично. Ну что ж, жаль, что мы совсем не успели поговорить о туризме, зато, мне кажется, мы очень хорошо обсудили спортивную инфраструктуру. Будет повод встретиться еще. Спасибо за диалог. Спасибо за приглашение. Заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Павел Старосветский был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за вашу активность. До свидания, до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин